Субтитры предоставил DimaTorzok Десятый юбилейный хакатон. И вообще юбилейных дат много. Расскажем о том, что происходило в драмтеатре, сатобе и филармонии. Тем временем в Тольятти вновь состоялась здоровая суббота. Кто позаботился о себе и окружающих? Ну а начнем мы вот с какой темы. Самарская область получила 9 наград в финале Всероссийской туристской премии «Маршрут года-2021», подведение итогов которой состоялось в Перми. Всего в этом году на конкурс было подано 445 проектов из 60 субъектов России. 275 проектов из 53 регионов стали финалистами. От Самарской области было подано 12 проектов. В итоге 9 вошли в число победителей. Например, в таких номинациях, как лучший железнодорожный круиз, велосипедный, культурно-познавательный маршрут, маршрут выходного дня. А обладателями Гран-при Всероссийской туристской премии стали проекты «Вагон» Константина Головкина. Это лучшая музейная экскурсия. Инженеры меняют мир. Это детский маршрут. А лучшим событийным туром признали «Жигулевский экспресс» – классика над «Волгой». Добавлю, премия «Маршрут года-2021» по замыслу организаторов дает возможность профессионалам туристического рынка встречаться на одной площадке и презентовать свои проекты, видеть работы коллег со всей России. И вот о чем расскажем в ближайшие 30 минут. Остались последние штрихи. Самарский мостовой переход готов более чем на 90%. О чем просили строители и местные жители. И что еще предстоит сделать перед открытием движения, мы узнали. Тройной праздник отметили в Самарском академическом театре драмы. 70 лет художественному руководителю Валерию Гришко, юбилей народной артистки России Жанны Романенко и 170 лет самому театру. Все подробности торжественного вечера в этом выпуске. Семь лет в эфире, вещаем по всей области. У Самарского губернского радио день рождения о коллективе, любви к работе и секретах ФМ-популярности радиогуберния. В сюжете наших респондентов. Остались последние штрихи. Самарский мостовой переход готов более чем на 90%. Напомню, проектом предусмотрено строительство четырех- и шестиполосной дороги протяженностью почти 8 километров. Возводят три транспортные развязки. На путепроводе через железную дорогу строители завершили укладку асфальтового покрытия. Что еще осталось сделать и как учитываются пожелания жителей, узнала Дарья Зотова. 8 километров новой проезжей части. Полностью обновлена ливневка. Переустроены коммуникации. И это только малая часть из всех работ, проведенных на Самарском мостовом переходе. Общая готовность объекта более 90%. Ведутся отделочные работы. Сейчас устанавливается пешеходное ограждение, барьерное ограждение для организации безопасного движения. После комплекса испытательных мероприятий по искусственным сооружениям мы будем готовы открыть рабочее движение на всем протяжении объекта. Все работы ведутся благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Он инициирован президентом России Владимиром Путиным. Сейчас рабочие обустраивают съезд на улицу Казачью в Куйбышевском районе города. Об этом попросили жители. Их мнение было учтено. То, что мы получили новый переезд, ну и вообще весь этот комплекс, это, конечно, позволит очень здорово разгрузить транспортную ситуацию, которая в районе была. Все пожелания были услышаны, были организованы выезды на место непосредственно по тем адресам, откуда были какие-то обращения. И достаточно оперативно вопросы, которые поднимали жители, решали. Вопросы были и у жителей частного сектора на Новокуйбышевском шоссе. Здесь ведется установка шумозащитных экранов. Также люди попросили предусмотреть возможность выезда личного транспорта со дворов. Я попросила, спросила, они мне сказали, что сделают и калитки, сделают и забоят ворота, и все будет нормально. Будут ворота у нас, будут калитки. Сказали, будут прочные конструкции. Когда нам сказали, что будут именно с прозрачными вставками, я была довольна. Муж у меня тоже был доволен. Возведение Самарского мостового перехода завершается с опережением сроков на 10 месяцев. Остаются последние строительные штрихи и юридические тонкости. Губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым была проделана огромная работа по обеспечению и выделению дополнительных средств из федерального бюджета для ускорения строительства. Результатом стали опережающие темпы возведения важного инфраструктурного объекта. Напомним, по контракту срок ввода объекта – октябрь 2022 года. Владимир Маркин, Дарья Зотова, Владимир Терентьев. Новости губернии. Вообще водительская стажа у меня 26 лет. Лет 18, около 20 на автобусах я точно езжу. Ездил по Самарской области практически везде. Трасса Самара-Тольятти была не лучшим состоянием. Старый мост через сок был очень маленький и неудобный. Но по тому мосту, когда я ехал, было немного страшновато, так как мост качался. Недавно открыли новый мост. По-любому будет намного попроще. Во-первых, будет уже две полосы туда, две полосы обратно. Будет поменьше пробок. Ну и качество самого моста вообще-то другое уже. Подрядчики перешли на зимнее содержание дорог. Контроль элементов уличной дорожной сети не прекращается. Во внимание, состояние тротуаров, проезжей части, пешеходных переходов, а также остановки общественного транспорта. Одна из проверок на днях прошла в Самаре на улице Партизанской. Она была отремонтирована по нацпроекту безопасной качественной дороги, который инициирован президентом страны Владимиром Путином. Бережные отношения и качественное содержание транспортных артерий и объектов благоустройства позволят увеличить срок их службы. Зимнее содержание включает в себя следующий конкурс работ. Прежде всего, это обработка проезжей части для предотвращения образования наледей и накатов на проезжей части. В зависимости от эффективности движения, когда реагент начинает действовать, происходит подметание проезжей части. Если снегопад продолжается, то цикл работ будет повторяться до тех пор, пока проезжая часть не станет чистой. Там, где уборочная техника проехать не может, незаменим ручной труд. В основном пешеходные переходы и посадочные площадки. Лестницы. Если где есть в районах лестницы, вот как у нас на Пензенской лестнице, мосты мы обслуживаем, путепровод Аврора, мост южный, там тоже лестницы есть. Мы тоже в первую очередь их надо очищать, чтобы люди у нас, ну, скользко, чтобы не было. Контролирует зимнее содержание дорог 24 часа в сутки. Если во время осмотра находят недочеты, представители курирующего ведомства выписывают предписание, которое необходимо устранить в течение одного-двух дней. Также дорожники установили ящики с песком в местах спусков и подъемов на улицах. Если водителям будет сложно тронуться, они смогут выйти, посыпать песком на дорогу и проехать сложный участок. В Самаре уже установили 80 таких ящиков. Соблюдай простые правила. Сотрудники Центра ГИМС, Главного управления МЧС России по Самарской области, с наступлением холодов начали рейды на реках, водоемах и озерах региона. Они напоминают любителям рыбалки и о том, что выход на лед может быть небезопасен. Также инспекторы вручают специальные памятки с инструкциями, как вести себя в чрезвычайной ситуации. Продолжит тему Владимир Маркин. Холода приближаются, однако любителей рыбалки они вовсе не отпугивают. Рыбаки занимают свои намеченные места на водоемах, озерах и реках Самарской области. Александр Суханов предпочитает ловить летом – карася, зимой плотву и окуня. Говорит, занятие для души, да и азарт присутствует. В выходные может рыбачить по полдня. Конечно, до тех пор, пока лед хорошо не затвердеет, на воду не выходит. Когда лед встает, сантиметров 5 уже можно идти. Смотришь, конечно, по местности, где полынья, где что, чтобы обходить. О своей безопасности в первую очередь должны заботиться сами рыбаки. Плюс о простых правилах и поведении на льду им напоминают сотрудники Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Самарской области. Проводят беседы на месте и вручают памятки, чтобы закрепить сказанное. – Добрый день. – Здравствуйте. – Государственная инспекция по маломерным судам. Хотим вас еще раз вам напомнить о опасности. Пока нельзя сказать, что зима вступила в свои владения, поэтому на льду нужно быть предельно аккуратным. Но помнят об этом, к сожалению, не все. Поэтому рейды сотрудники ГИМС проводят еженедельно на реках, озерах и водоемах области. Главная задача Центра Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России в начале этого периода – объяснить рыбакам, объяснить гражданам нашей Самарской области, что выход на лед сейчас крайне опасен. Хочется обратить внимание на то, что довести информацию до родителей, чтобы внимательно следили за детьми. Потому что дети, свободные от учебы время, могут спокойно сами уйти на водные объекты, на неокрепший лед. Впрочем, инспекторы ГИМС и сами проводят беседы с детьми в школах. Мы благодарны сотрудникам МЧС, которые приезжают к нам ежегодно, как раз перед самым опасным периодом, для того, чтобы рассказать нашим детям, почему опасно выходить на лед. И самое главное, что делать, если вдруг, все-таки, по какой-то нелепой случайности, ты оказался в трудной ситуации. Профилактические рейды регулярны, но спасатели и инспекторы могут быть рядом не всегда. Поэтому главное, чтобы любители провести время на льду с удочкой, и те, кто просто решил выйти на не до конца замерзшую водную гладь, в первую очередь, сами заботились о безопасности. Владимир Маркин, Александр Дудко, Новости губернии. В Самаре завершился всероссийский хакатон. Десятый юбилейный форум молодых IT-специалистов в сфере искусственного интеллекта прошел на стадионе «Солидарность Самара-арена». Марафон программистов состоялся в рамках реализации федерального проекта «Искусственный интеллект» при поддержке президентской платформы «Россия. Страна возможностей». Он призван повысить интерес к сфере IT и обеспечить растущую отрасль новыми кадрами. В конкурсе как в очном, так и в онлайн-формате приняли участие более 200 человек из 27 регионов страны. Это рекорд за все время реализации проекта. Нынешний хакатон решал два практических кейса – защита амурских тигров и дальневосточных леопардов, а также спасение жизни пациентов с помощью нейросети. «Завершили его на такой высокой ноте благодаря поддержке губернатора Самарской области, благодаря поддержке всей команды и благодаря тому, что очень интересные задания были. Задания, которые мотивировали участников не просто решить сложные задачи, но еще и внести в свой вклад в то, чтобы сделать мир вокруг себя лучше». Хакатон прошел при поддержке правительства Самарской области и Центра развития талантов и трансформации управления «Таволга». Победители разделили призовой фонд в 800 тысяч рублей, а их сквозные решения будут применяться на практике федеральными Минприродой и Минздравом. Призеров наградил губернатор Дмитрий Азаров. «Сегодня нет более актуальной задачи, как спасение жизни людей, как защита их здоровья. И те наработки, которые сделали команды, я уверен, должны быть востребованы и на территории нашего региона. Я обязательно лично познакомлюсь подробнее с этими проектами и рассчитываю, что это будет способствовать развитию системы здравоохранения, внедрению подходов технологий искусственного интеллекта, которые, конечно, позволят, с одной стороны, более качественно и предоставлять медицинские услуги, более оперативно помогут и врачам». И еще об одном состязании, на этот раз спортивном. Прецедент в истории самарского футбола. Сельская команда впервые за 20 лет вышла в финал Кубка области и закрепила этот успех, взяв первое место. В решающем матче на стадионе «Металлург» Большечерниговский восход сошел со Сызранью 2003. На протяжении всей игры соперники не уступали друг другу поле и не позволяли подобраться к своим воротам. Исход решила серия пенальти. Большечерниговцы забили пять мячей из пяти и стали новыми чемпионами Самарской области по футболу. «Играли уже, как бы, можно сказать, с профессионалами. Команда с ее жизнью 2003 играла в профессиональной лиге. И обыграть их в финале Кубка области – это как лига чемпионов почти для нас». Действительно, все команды могут в себя поверить, потому что Черниговка заняла шестое место в своем соревновании, но при этом по ходу Кубка обыграла и чемпионов области, и вице-чемпионов области, что, на мой взгляд, показывает о высоком уровне сельского футбола. Здесь был пустырь. Здесь, честно говоря, заброшенная территория была, окраина города. Мы даже не думали, что вот именно на окраине нашего города воздвигнут такой прекрасный комплекс. Мы даже не мечтали об этом. Прекрасная арена, где хороший лед, где хорошая температура, где дружеская обстановка. И люди сюда тянутся, своими детьми, коньками, клюшками. И когда инфраструктура хорошая, и когда социальные объекты есть, то, естественно, конечно, никто не хочет отсюда уезжать. Благодаря Дмитрию Игоревичу Азарову, который обращает внимание не только Самаре и Тольятти, а даже периферийным городам, а также благодаря правительству нашему, благодаря Владимиру Ивановичу Путину, что такие нацпроекты, они очень нужны. Игра поколений КВН. В день 60-летия клуба веселых и находчивых на одной сцене собрались 15 команд Самарской области. Те, с кого начиналась история КВН движения в регионе, и те, за кем будущие игры. Победители выбирали в пяти номинациях. Самый яркий номер показала сборная Тольятти. Самое нестандартное выступление оказалось у команды «Каюк» с самыми солнечными. Признаны юмористы из «Комбинатора». Также в числе призеров команды «Перспектива», в день играют школьники и сборная «СамГМУ». Шоу продолжалось три часа. В числе зрителей был и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Он вручил золотого Кевина победителю. Команде технический перерыв. Друзья мои, я, конечно, еще раз хочу всех поздравить с тем, что у нас есть эта планета, планета КВН. Движение КВН действительно охватывает сегодня всю область. У нас самое массовое движение КВН сегодня в стране. И я уверен, что оно будет перерастать. Не 60 лет, но тоже один важный цикл, можно сказать, завершен. 7 лет Самарское губернское радио купает в волнах своего эфира слушателей практически всех, даже самых удаленных территорий области. День рождения отметили в выходные двухдневным розыгрышем призов. О коллективе радио «Губерния», о любви к работе и секретах вечной ФМ-популярности в нашем следующем сюжете. Самарское губернское радио – это программы только собственного производства. Новости 15 раз в день по будням и 9 в выходные. Интервью со знаковыми в самых разных сферах жизни личностями и лучшие хиты рок и поп-музыки от 90-х до наших дней. А еще дружный коллектив, способный на любые трудовые подвиги ради своих слушателей. Я очень люблю свою работу. Во-первых, у нас здесь очень дружный коллектив. Я даже не только о радиостанции нашей говорю, а вообще о всем нашем холдинге. У меня здесь много друзей, это практически моя семья. Были моменты, там, года 4 назад я сломала плечо, приходилось приезжать записывать программы. А наушники помогали мне надевать коллеги, потому что одной, тем более, левой рукой я правша. Этого сделать я, ну, никак не могла. Радиогуберния можно услышать в каждом городе. И селе Самарской области вещаем повсеместно, чтобы донести до каждого жителя актуальную, достоверную информацию и подарить хорошее настроение. Главное – настроить верную чистоту. Радио – это самое универсальное средство массовой информации. Потому что радио можно слушать всегда. За рулем, за мытьем посуды, за шитьем, за уборкой, за готовкой. Всегда можно слушать радио. Даже на работе. Если это какая-то механическая работа, ты можешь слушать фоном радио. И вот эта универсальность, она дает нам многие годы жизни. И большой успех. Нас многие могут слушать, совершенно не затрачиваясь на это. Мы всюду, и мы как воздух. Познакомиться с радиоведущими эфира можно не только на «ФМ-волнах», но и в телеэфире. Пообщаться как по телефону, так и в группе губернии во ВКонтакте. Семь лет для радиостанции возраст уже не детский. Губерния повзрослела, дальше только интереснее. В нашем следующем году слушателей ждут новые программы, спик-шоу и конкурсы. Оставайтесь на волне Самарского губернского радио. Алена Власова, Светлана Стрибкова, Дмитрий Столяров. Новости губернии. И снова о праздничных датах. Вечер премьеры. Новым спектаклем отметили в Самарском академическом театре драмы «Тройной юбилей». 70 лет исполнилось художественному руководителю, режиссеру и киноактеру Валерию Гришко. День рождения отметила народная артистка России Жанна Романенко. А сам театр встретил свое 170-летие. В премьерной постановке под названием «Все любят Памелу» Жанна Романенко, как исполнительница главной роли, примерила на себя образ одинокий и эксцентричной женщины. По сюжету спектакля шайка мошенников, спасаясь от полиции, забирается в дом пожилой Памели, которую все в округе считают не от мира сего. Обрадовавшись гостям, она принимает их как родных, а вот они даже не подозревают, как изменится их жизнь от необычной встречи. Это не теряющая актуальности комедийная история о вечных ценностях, любви и доброте. Будем жить. Радоваться. Ссориться. Мириться. Что мне дальше? Знает один Господь Бог. В день рождения Самарского академического театра драмы имени Горького не обошлось без ценных подарков. Губернатор Дмитрий Азаров, который также посетил праздничный вечер, вручил коллективу сертификаты на новый микроавтобус и организацию творческой мастерской. Юбиляра художественного руководителя драм-театра и режиссера-постановщика премьерного спектакля Валерия Гришко, глава региона отметил почетным знаком за труд во благо земли Самарской. А народная артистка России, звезда труппы Жанна Романенко получила почетный знак губернатора Самарской области за служение людям. Сейчас такое время. Пожелать вам крепкого здоровья, чтобы никакие невзгоды, точно не посещали ни этот дом, дом театра, которым мы восхищаемся и гордимся. И, конечно, я хочу пожелать вам счастья, мира, добра, благополучия, благодарных зрителей и ваших поклонников. И, пожалуйста, радуйте нас внутренним своим параметром. Спасибо вам большое. Долгожданная премьера состоялась и в Самарском академическом театре оперы и балета. Сато представил зрителям историю Кая и Герды. Это полноценная опера для детей и их родителей. Постановка объединила больше 200 человек и все творческие цеха театра. Кроме оперных исполнителей, это еще и хор, оркестр, а также артисты балета. Поучительные истории Ганса Кристиана Андерсона и герои, известные с детства. Оперу по сказке «Снежная королева» вместе с поэтом Татьяной Калининой написал композитор Сергей Баневич. Режиссером и хореографом спектакля стал Иван Фадеев. Музыкальным руководителем и дирижером-постановщиком выступил худрук Сатоба Евгений Хохлов. Белый звук, меня укрой! Белый звук, меня укрой! Яркие образы, красочные костюмы и реалистичные декорации погружают зрителя в волшебный мир. Несмотря на то, что истории Кая и Герды – опера детская, эта сказка о самоотверженной любви, способной преодолеть любые препятствия и растопить лед, будет близка и взрослому зрителю. Тут история не совсем про зайчиков, мальчиков, девочек и так далее. То есть тут про взрослые чувства, про настоящую любовь, про подвиги, про смелость, про храбрость. То, что человек может многого достичь, если он действительно любит по-настоящему. И еще об одном культурном событии. Его произведения звучали в легендарных фильмах и остались в сердцах людей навсегда. К юбилею выдающегося композитора и народного артиста в Самарской филармонии состоялся концерт посвящения Микаэлу Таравердееву. Он написал музыку к 132 кинофильмам. Среди них «17 мгновений весны», «Иронию судьбы или с легким паром», «Человек идет за солнцем», «Судьба резидента» и многие другие. Также выступил композитором в нескольких спектаклях, написал более 100 песен и романсов, 4 балета, 5 опер, камерные и вокальные циклы, симфонию, 3 концерта для органа, 2 для скрипки с оркестром и концерт для альта и струнного оркестра. В честь Тревердеева Академический симфонический оркестр Самарской филармонии под руководством народного артиста России Михаила Щербакова выступил с солисткой музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко Марии Пахарь. Она исполнила монооперу «Ожидание» по поэме Роберта Рождественского. Произведение было написано Микаэлом Тревердеевым. Премьера состоялась в Театре Покровского 26 октября 1985 года. Действительно, в его музыке столько тепла, столько любви к людям. Он согревает свою музыку до сих пор. Она соответствует нашему времени. И она в то же время отражение того времени, в котором он жил, и того времени, в котором я был молодым. И поэтому мне особенно трогательно сегодня прикасаться к этой музыке. Стань главным режиссером 30-го Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна». Объявлен конкурс режиссерско-постановочных идей и сценических решений церемонии открытия и закрытия фестиваля. Подать заявку можно до 10 декабря этого года. В конкурсе могут принять участие действующие режиссеры, режиссерско-постановочные группы массовых представлений и просто креативные творческие личности старше 18 лет, готовые предложить свое видение шоу российской студвесны. Лучших выберут отдельно для постановки церемонии открытия и закрытия юбилейного Всероссийского фестиваля. Напомню, в 2022 году он пройдет в Самаре. Заявки и конкурсные материалы принимаются на электронную почту, адрес которой вы видите на экране. Итоги отбора режиссерских идей опубликуют 25 декабря на сайте студвесна.инфо. Театр постоянно находился на площадках арендуемых. Мы вернулись к своим истокам, при этом мы получили здание «Сказку» благодаря нацпроекту «Культура». Замечательное световое, звуковое оборудование. У нас появилась студия звукозаписи. У нас появился прекрасный зрительный зал. В первую очередь, это театр, построенный для детей в Самарской области. И все то, что светлое, доброе, хорошее, мы сможем посеять в душах наших маленьких зрителей, закладывается вот здесь, в первом театре. Для нас, как для театра, это большое счастье. О войне и любви к родине. В Жигулевске подвели итоги 24-го областного фестиваля патриотической песни «За нами Россия». В этом году в нем приняли участие более 250 вокалистов из 17 районов губернии. Кто получил гран-при, расскажем прямо сейчас. 2-го июня, ровно в 4 часа, хие-бампири нам объявили, что началась война. Война, которая застала врасплох всю страну. Тяжелую песню о начале Великой Отечественной исполняют Кристина Николаева и Наталья Брид. За душевное исполнение и сильный вокал девушки стали обладательницами гран-при фестиваля «За нами Россия». Мы попытались передать эти чувства, ощущения, пропустить через себя. И это было очень тяжело, потому что действительно очень много эмоций. Хочется плакать, на самом деле, исполняя эту песню. Очень сильно волнительно было сегодня выступать. Мы действительно даже не могли представить, что так все замечательно закончится. В этом году областной фестиваль патриотической песни проходит уже в 24-й раз. В заочных этапах конкурса участие приняли более 250 человек из муниципальных образований региона. А в программу гала-концерта вошли номера 16 лауреатов вокального состязания. Целью данного фестиваля является патриотическое воспитание молодежи через именно песенное творчество, именно в русле патриотизма. Хочется сказать, что мы гордимся этим фестивалем, что «Жигулевск» ежегодно принимает такое огромное количество участников. Из года в год оно растет. Очень трогательные и душевные песни, связанные непосредственно с любовью к своей родине, к своему родному краю, в том числе к своей губернии, к нашему Самарскому краю. Поэтому фестиваль объединяет очень многих. В этом году фестиваль приурочен к 170-летию области. Это отразилось и на репертуаре участников. Помимо военных песен, на концерте прозвучали песни, посвященные Самарской губернии. Патриотическое воспитание молодежи – одна из составляющих национального проекта образования, инициированного президентом страны. Галина Гомозова, Андрей Алексеев, Новости губернии. 2021 год, 170-летие Самарской губернии. За долгую и славную историю нашей родины появились многочисленные друзья и партнеры, которые присылают свои поздравления из разных уголков России и мира. Одно из них прямо сейчас. Уважаемый Дмитрий Игоревич, уважаемые самарцы, от всего сердца поздравляю вас со 170-летием основания Самарской области. За это время ваш край прошел значительный путь становления и развития, вписал немало ярких страниц в историю нашей страны, сохранив свое богатое природное наследие, уникальные традиции и культуру. С Самарской землей связаны имена многих выдающихся людей. Сегодня Самарская область – регион с динамичным ростом, крупнейший промышленный, логистический, образовательный центр. Благодаря эффективному руководству и таланту людей, которые живут и работают в Поволжье, успешно реализуются национальные проекты, направленные на укрепление экономики, социальные сферы, повышение качества жизни людей. Между Рязанской и Самарской областями сложились крепкие дружеские отношения, конструктивное взаимодействие, которое мы очень высоко ценим. Мы сотрудничаем в торгово-экономической, научно-технической, социальной и культурной сферах. Ведется совместная работа по внедрению высоких технологий и развитию авиакосмической отрасли, расширению взаимодействия между промышленными предприятиями, малым и средним бизнесом. Уверен, что партнерские отношения наших регионов будут только расширяться, что послужит эффективному развитию территорий в дальнейшем. Желаю вам, Дмитрий Игоревич, и всем жителям Самарской области крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов в реализации всех намеченных планов. Пусть все ваши дела всегда сопровождает удача. С праздником вас! И смотрите далее в нашем эфире. В Самарской губернии отметили День матери. В областной детской библиотеке читали сюрприз для мамы, а жены военнослужащих показали свои творческие работы на выставке «Хозяюшка». Самое интересное покажем. Кому нужен гончар в 21 веке? Существуют ли профессиональные травмы у такого мастера? Сколько максимально могут стоить творения тех, кто работает с керамикой? И какие бывают самые странные заказы? Мы задали свои пять каверзных вопросов человеку, который создает красоту руками. Смотрите в нашей рубрике «Интервью с гончаром». В России разрабатывается новая система платы труда медработников, что тормозит реализацию пилотного проекта, как теперь будут начислять зарплаты врачам и младшему медперсоналу, и почему их труд в разных регионах оплачивается настолько по-разному. Комментарии председателя профсоюза работников здравоохранения РФ в нашем выпуске. В России прошел День матери, который, напомню, отмечается ежегодно в последние воскресенья ноября. Он был утвержден в 1998 году по инициативе Комитета Госдумы по делам женщин, семьи и молодежи. Цель праздника – поддержать традиции бережного отношения к женщине, закрепить семейные устои. На Дне матери в Самарской детской библиотеке побывала моя коллега Дарья Зотова. Здравствуй, гусеница! Обратилась к ней сёзетта. Что это ты делаешь? Уж не готовишь ли ты подарок для своей мамы? Да ты угадала, ответила гусеница. В Самарской областной детской библиотеке читают сюрприз для мамы. Это книга бельгийского художника-иллюстратора Квентина Гребана. Её главная героиня – божья коровка, которая, проходя через трудности, пытается сделать приятное своей маме. Все знают, что «мама» – это самое, наверное, прекрасное слово на свете. И на всех языках оно звучит абсолютно одинаково, очень нежно. И, конечно, вот этому празднику мы посвятили выставки. Они представлены как в читальном зале, так и у нас в отделе дошкольников. Выбор книги не случайный. Очередное литературно-творческое занятие «Вообразилия» в этот раз посвятили Дню матери. Всё начинается именно с книги, где мы на примере других литературных героев показываем, рассказываем о семейных ценностях, о том, как надо заботиться о своих близких, о своих младших братишках и сестрёнках, о том, как надо относиться к своим родителям. Ребёнку даже в таком маленьком возрасте объясняют важность, ценность данного мероприятия, данного дня. Потому что не только в семье, конечно, должна быть поддержка такая вот массовая, что ребёнок готовится, стихи учит, делает поделку. Также в подарок мамам дети сделали поделки и праздничные сувениры. Виолетта Маджар, Дарья Зотова, Владимир Терентьев. Новости губернии. В преддверии Дня матери в Самаре состоялась выставка творческих работ, которые мастерили особенные женщины. Те, что оберегают тыл людей, стоящих на защите нашей Родины. Жёны бойцов 2-й гвардейской общевойсковой Краснозамённой армии. С подробностями Виолетта Маджар. На выставке творческих работ чего только нет. От вязанных ажурных платьев до картин, выполненных бисером, встречаются также архитектурные строения и скульптуры. Вот, например, этого золотого красавца. Тоже выполнили хрупкие женские руки. Эту скульптуру я делала около трёх недель. Сделана она из пенопласта и покрыта стеклопластиком. Такой специальный материал, который делает очень прочную эту фигуру. Такой арт-объект Елена Смирнова делала впервые. В свободное время она составляет композиции для праздничного декора. Когда предложили принять участие в выставке работ прикладного творчества для жён военнослужащих, согласилась не раздумывая. Это очень трогательное мероприятие. И хочется сделать небольшой такой вклад в общее творчество. Ну а Ксения Долгова в свободное время посвящает вышиванию картин. Схемы находит в интернете, подбирает материал и воссоздает задуманное на полотне. Девушка признаётся, прикладное творчество помогает побороть стресс и справиться с переживаниями. Волнуется за супруга военного. В плане творчества, пока мужья все в командировке, очень много времени. Как раз для картин. А так, ну да, не самое простое занятие. Обстановка какая в мире. Это да, это надо привыкнуть. Это надо, как мне кажется, заранее быть готовой. Если ты хочешь замужного слушающего, что всё-таки мириться с отсутствием мужа. Конкурс-выставка творческих работ для жён военнослужащих в Самаре проходит впервые. Но организаторы уже строят планы на будущее и рассчитывают сделать это событие ежегодным. К тому же цель благая. Мы хотим прежде всего собрать женщин, потому что многие служат в разных гарнизонах, регионах, нет возможности видеться. И этой выставкой мы хотим всех в первую очередь сплотить между собой. Жёны военнослужащих играют очень большую роль в их жизни, оберегают тыл. Поэтому мы с удовольствием предоставили эту площадку, чтобы члены наших семей могли представить свои таланты творческие, показать, на что они способны. Ну а после показа работ хозяйшек состоялся концерт. Его ко дню матери подготовили коллективы окружного дома офицеров. Мероприятие проходило с соблюдением всех противоэпидемических мер. Виолетта Маджаро, Александр Дудко, новости губернии. И ещё немного о тех, чья профессия создавать красоту руками. Героем нашей рубрики «Пять каверных вопросов» на этот раз стал гончар Михаил Тряпкин. Что было самым странным заказом у мастера и хотелось ли отказаться от какого-либо проекта? Кому нужен гончар в 21 веке? Существуют ли профессиональные травмы у такого специалиста? И сколько максимально могут стоить творения тех, кто работает с керамикой? Смотрите прямо сейчас. Слишком посредственно из шаманизма, вудуизма, проэротическое продали вот такую здоровую ящерицу. И поэтому она и дорогая. О них мало что известно, но они вызывают интерес. Мы находим людей редких профессий и увлечений и узнаём от них то, что вы никогда не спросите. В современном мире на рынке очень много керамики заводской, китайской. И она слишком посредственная. Мы делаем что-то красивое исключительное. Стараемся вложить в эту душу. Просто для индивидуальности, для интереса. Чтобы всё было красивее, для эстетики. Да много. Много работ было скульптурных, интересных. Начиная от Идола. Это мы делали тики-бокалы. Потом мы начали их вообще пустить в производство. Заказывала помощник депутата из Москвы подарок своему шефу. Там собаку его мы лепили по фотографии. Ну, Евгения лепила. Вот там какие-то кружки интересные с чем-то. Ну, много. Много таких работ было. Ни у кого, мне кажется, нет, кроме меня. Потому что я работаю с гончарным кругом. И таскаю много веса. Ну, максимум просто потянешь мышцы, если не разогрел. Всё. Это вообще требует большой физической силы. Нет, мне кажется, нет. Все вообще у нас... Ну, мы существуем там 3, почти 4 года. За 4 года была куча интересных запросов. И мы брались практически за всё. Но каждый раз думали, как мы будем это делать. И всегда выполняли. И всегда получалось очень классно. И все были довольны. Наверное, самая дорогая была ваза за 30 тысяч. Но мы её не продали ещё. Там ручная роспись, она красивая. И самая дорогая, продали вот такую здоровую ящерицу, игуану за 25. У нас накапливается то, что мы не продаем, то, что нам не нужно. И мы выносим в коридор, и там у нас разбираются люди приходят. Мы даже не анонсируем никак, просто все, кто тут в доме гуляет, забирают себе что-нибудь. Ну, а так, ну, не знаю, 50 рублей, 100 рублей что-нибудь я продавал. Ну, и на распродажах, на ярмарках что-нибудь там сливаешь. В керамике есть сорт. Есть первый сорт, когда всё идеально. И, собственно, это цены из керамики. Когда ты взял кусок глины, она прошла весь этот путь, нигде не повредишься. Потому что это долгий путь, там, она сохнет, её два раза обжигает, открывает, и на каждом там этапе может какой-нибудь косяк выскочить. Вот, собственно, поэтому она и дорогая, потому что после всех этих процессов, если у тебя есть идеальная работа, то она и должна оцениться. Ну, не многие понимают, я просто занимаюсь этим и понимаю, что самое дорогое. Вот, а есть второй, третий сорт и четвёртый. Вот, четвёртого его копится очень много, не то, чтобы он там не классный, не то, чтобы он не нравится, но у нас его много, поэтому вместо малого мы его выносим ничего такого. Нет, такого нет чаще всего, отчего, ну, боги, богов часто берём. Ну, тот же Один, вот, там, Зевс, там, есть, и всякие шаманизмы. Ну, вообще, мы очень много делаем тики-бокалов, и они все, там, из шаманизма, вудуизма, ну, каких-то таких вот суеверий, верований. И вот, все все равно к каким-то божествам, кто-то им поклоняется. Поэтому, нет, вообще себя не ограничиваю. Чего хотим, то и делаем. Ну, только не пошло. Ну, я не говорю, там, про эротическое, а, в принципе, ну, пошлость. Слишком открыто, слишком... Ну, вообще, в искусстве есть такое понятие, и везде в остальном. Ну, пошлость. Когда, ну, цвета даже могут быть пошлые, формы могут быть пошлые, там. Ну, вот, с самого начала, как я начал заниматься, там, сразу сарафанка сработала. То есть, все, там, ну, многие... Я, там, в ресторан-сфере работал, и все, с кем я работал, они, как бы, чины у них немного поднялись, и они стали руководящими тоже заниматься. Ну, они узнали, что я этим занимаюсь, и поступили заказы сразу от ресторанов. И так ресторан-ресторан какой-то узнавал, какие-то новые открывались, они обращались к нам. Ну, и дом 7-7 тоже. Здесь, когда открывался Вечно Молодой, они, естественно, обратились к нам. И, вообще, тут весь дом делал, для них все. Вот. В основном сарафанка для ресторанов. Потому что мы все там... Потом Инстаграм начал немного приносить клиентам. Вот. Вот. А так, розницы на маркетплейсах, ну, таргет, там, все как у всех. Еще больше каверзных вопросов, интересных героев, необычных профессий и увлечений. И то, что по телевизору вам точно не покажут в нашей группе ВКонтакте. Только подписчики нашего официального сообщества «Сова.Инфо» первыми смотрят премьеры наших специальных проектов и рубрик. Подписывайтесь и будьте в курсе. А теперь к теме борьбы с коронавирусом. Очередная акция «Здоровая суббота» прошла в минувшие выходные в Тольятти. На этот раз двери для горожан распахнул дворец культуры Тольятти Азот. Формирование коллективного иммунитета – вот главная задача проекта «Единого дня вакцинации» от COVID-19. Затем, как проходит процедура вне стен поликлиники, наблюдала наша съемочная группа. Просторное фойе дворца культуры выглядит непривычно. На один день здесь развернули пять пунктов вакцинации от COVID-19. Процедура ничем не отличается от того, как делают прививку в поликлинике. Как и положено, все проходит в три этапа. Заполнение анкеты, осмотр врачом и, собственно, сам укол. Кстати, предварительные записи не требуются. Первый раз нормально перевезла, никаких проблем не было. Ну а сейчас повторить надо. Для здоровья. Ой, удобно. Удобнее, чем в поликлинике. Очень удобно. Когда узнал, сразу загорелся. Никуда не надо ехать, близко от дома, никаких очередей. Все рядышком. И вообще, прежде всего, здоровье. Мы верим, что врачи говорят, будем делать. Сделать прививку впервые или же пройти повторную вакцинацию – все можно в этом пункте. Максимально упростить и ускорить процесс. Медикам помогают волонтеры. Они и встретят, и проводят, и решат любые вопросы, которые могут возникнуть. Администрация города активно продолжает акцию «Здоровая суббота». Это очень важно, потому как вакцинация на сегодняшний момент – это единственный механизм, чтобы сберечь свое здоровье от новой коронавирусной инфекции. Сегодня в Тольятти уже привито свыше 290 тысяч жителей. И поэтому мы пытаемся воплотить все форматы для удобства наших горожан. Акция «Здоровая суббота» в Тольятти проводится уже в четвертый раз. Как показывает практика, такой формат востребован у жителей. К середине дня пункт посетил 281 тольятинец. Пройти вакцинацию от COVID-19 могут все желающие старше 18 лет при отсутствии противопоказаний. Напомним, женщины в положении могут привиться спутникам ВИЗ 22-й недели беременности. Марина Промошкина, Андрей Костомаха. Новости губернии. Наша работа подразумевает ответственность не только за себя, но и за партнера, за зрителя, за всех остальных. И, конечно, вот эта пандемия, когда мы сидели дома и были ограничены, не могли никуда выйти. Это было ужасно, поскольку ты общаешься только со стеной и фактически находишься вне профессии. Плюс ко всему, перенеся болезнь, достаточно тяжело, я, пожалуй, болела дольше всех из нашего театра, я поняла, что нужно что-то делать. Ну, я, в принципе, человек ответственный. И поскольку я могла это сделать, чтобы не подвести ни себя, ни близких мне людей, я это сделала. И не жалею об этом ни разу. И учитывая, что сейчас ситуация очень тяжелая, я думаю, что это поможет. Я за то, чтобы вакцинироваться, чтобы всем было спокойнее. Выздороветь после коронавируса еще не значит полностью попрощаться с болезнью. Врачи фиксируют так называемый постковидный синдром. Как он проявляет себя и чем опасен? Об этом моим коллегам из пресс-центра Самарского областного обещательного агентства рассказал главный внештатный специалист областного Минздрава по терапии Олег Фатенков. К сожалению, сейчас мы фиксируем, и, в общем-то, это уже признано всем медицинским сообществом наличие так называемого постковидного синдрома, который, в общем, включает в себя проявление поражения всех абсолютно органов мишени у человека. А вот в последующем мы видим поражение сердца, головного мозга, печени, почек, ну, практически на фоне тромбоэмболизма, так называемого, который развивается у этих больных. К сожалению, последствия достаточно печальные. Человек действительно, я не знаю, что становится инвалидом. И не случайно сейчас, в общем-то, с 1 июля запущена государственная целая программа по углубленной диспансеризации. Есть вопрос в том, а стоит ли доводить себя до такого состояния, не проще ли уже сейчас провести вакцинацию, чтобы избежать такого рода тяжелых последствий. Я призываю, конечно, Армен Сисакович и все руководство нашего здравоохранения сохранить систему диспансеризации. Но я боюсь, что по мере развития процесса и усугубления заболеваемости, к сожалению, мы вынуждены будем прийти к каким-то более жестким административным мерам. Продолжаем медицинскую тему «Лучшее детям». В Чапаевской детской поликлинике завершается ремонт. Модернизирует входную группу, она заиграет новыми красками и речь не только о новом цветовом решении. Будут организованы все условия и для маломобильных детей. Внедрят метод так называемой «бережливой поликлиники». Завершится ремонт уже в конце этого года, а пока идут работы. Сейчас у поликлиники находится наша съемочная группа. И Татьяна Пудова готова рассказать, как там все изменится. Татьяна, здравствуй. Добрый день, Коля. Меняют буквально все. В детской поликлинике в Чапаевске идет ремонт входной группы. Здесь за моей спиной небольшой тамбур, куда люди будут заходить, и там можно будет оставить детские коляски. Дальше оборудуют гардероб, и появится детская комната игровая, где дети смогут ожидать приема врача, при этом могут рисовать и играть в развивающие игры. Появится комната для матери и ребенка. Также все будет оборудовано для детей с ограниченными возможностями здоровья. В этой поликлинике обслуживаются 13,5 тысяч детей, и для всех будут равные условия, доступная среда. Можно будет записаться к любому специалисту, заработает открытая регистратура. Затем, как идет ремонт, мы сейчас будем наблюдать, и потом расскажем более подробно в вечерних новостях. Спасибо, Таня. Напомню, это была моя коллега Татьяна Пудова на связи с нашей студией из Чапаевска, где завершается ремонт детской поликлиники. В России разрабатывается новая система оплаты труда медработников. Пилотный проект готовится к реализации на семи территориях. Но непростая ситуация с пандемией эту работу тормозит. Пока все силы брошены на борьбу с ковидом. Долгосрочное финансовое планирование невозможно. Но в долгий ящик вопрос с новыми принципами оплаты труда врачей и младшего медперсонала не откладывают. Почему зарплаты между регионами настолько отличаются? Что изменит новая система и когда ее планируют вводить? Об этом нам рассказал федеральный гость, председатель профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации Анатолий Домников. А суть этого проекта в том, что, первое, повысить заработную плату, причем повысить везде. Это раз. А второе, это выровнять заработную плату, потому что это, наверное, более главное. Выровнять между чем и чем, либо между кем и кем. Между чем и чем, да. Вот что выравнивают между нашими же медицинскими работниками. То есть, если мы берем врача одной и той же специальности и посмотрим его заработную плату на разных территориях субъектов Российской Федерации, то мы выясним, что заработная плата может различаться в разы. В три раза, в четыре раза. И причем она может различаться в зависимости от того, почему такое происходит. А потому что у нас каждая из территорий, каждый субъект Федерации, он, по сути дела, по-разному экономически наполняется. Разная экономика, разный уровень экономики и разный уровень бюджетов. И отсюда получается разная заработная плата. Например, Москва может себе позволить платить заработную плату вот такую. Значит, если мы берем Московскую область, а это другой субъект Федерации, она уже позволяет себе платить почти в два раза меньше, потому что у нее не хватает ресурсов. А если мы отъезжаем еще дальше, там Владимир, Иваново, Тверь, Смоленск и так далее, то там еще в два раза меньше. То есть, может разница быть за зарплатой одного и того же врача, одной и той же специальности или медицинской сестры, например, вот всего 200 километров разница, вернее, 200 километров расстояния, а разница в зарплате, она будет существенной, различаться в 3-4 раза. А стоимость, ведь уровень жизни тоже отличается по стоимости, например, в Москве и в провинции? Речь идет вообще о уравнении таком или как это все-таки было? Ну, я понимаю, что уровень жизни различается, что вот это все понятно. Но, тем не менее, у нас же, если мы берем военных, если мы берем милицию, то уровень заработных плат, такого различия нет. И вообще такого различия быть просто-напросто не должно. Мы должны сближать. Мы же единая страна. И так или иначе, вот этот вопрос надо решать. И как раз вот по этому проекту, который сейчас будет реализовываться, он как раз вот настроен и на то, чтобы выравнивать. Я далек от мысли то, что это удастся сделать прямо сразу, или там в одночасье, потому что это потребует огромных ресурсов, и вот это вот выравнивание в том числе. Но, тем не менее, я предполагаю, что мы, скорее всего, придем к мысли о том, что у нас будет некая дорожная карта, рассчитанная на несколько лет. И в течение этих нескольких лет будет происходить сближение. И тоже, я так думаю, что все равно дифференциация, наверное, будет оставаться. Но одно дело, дифференциация будет различаться, предположим, на 20-30%, на 40%, но не в разы же, ни на 300, ни на 400%. На какой стадии вот эта сейчас система? Сейчас, да, там рассчитано на три этапа системы. Первый этап, так сказать, уже пройден, так сказать, разработка уже есть, и проект программы, он уже вывешен на регуляйшене, так называемом, на сайте, где все вот эти инициативы в открытый доступ выкладываются. И сейчас мы уже получили огромное количество обращений к нам в Центральный комитет, что не забыть вот это, не забыть вот это, значит, выровнять. Ну, еще разные предложения по заработной плате. Но, значит, вот суть ее в таких крупных мазках, я бы сказал так, что, первое, привязаться у нас к мроту, то есть минимальный размер оплаты труда в основу лежит. Первое, ставка не ниже мрот. Раз. Значит, далее, получается, сама окладная часть заработной платы, раз она должна быть не менее 60%. Далее, значит, у нас компенсационные и стимулирующие выплаты. Вот у нас была абсолютная вакханалия в этом смысле слова, потому что компенсационные и стимулирующие выплаты в каждом регионе были свои. Потому что здравоохранение, вообще-то говоря, регулируется именно с уровня субъекта федерации. И мы допустили ошибку, не ошибку, может быть, там, 10-15 лет назад, когда мы дали возможность сказать всем, что давайте разрабатывайте свои собственные системы оплаты труда в каждом субъекте федерации. И, получается, все субъекты выполнили и разработали эти системы оплаты труда. И сколько у нас субъектов Российской Федерации, столько систем оплаты труда. Более того, многие пошли на то, что дали возможность главным врачам еще больше, еще расширить, разработать свои системы оплаты труда. Поэтому у нас около 8 тысяч медицинских учреждений. Значит, получается, мы можем предположить, что у нас может быть тысячи различных систем оплат труда. Поэтому это, конечно, тоже не дело. Поэтому мы определились, что мы должны определить строго, определить, какие будут компенсационные выплаты и какие будут стимулирующие выплаты. И диапазон разбега в них тоже будет небольшой. Самое главное, что все равно различие, это будет региональный коэффициент. Он был, есть и остается. Вот этот региональный коэффициент, он, конечно же, будет серьезно различаться и сближаться будет постепенно. Мы далеки от мысли, что мы это сделаем в одночасье за один год. То есть это придется регулировать долго. Я думаю, что 5-6-7 лет на это уйдет. Но то, что это делать надо, абсолютно однозначно. Вот будем этой работой заниматься. К сожалению, опять же, из-за ковида он откладывается. Потому что, сами понимаете, что во время ковида нельзя ничего спланировать. Ну, финансово в том числе, естественно. Да, то есть мы же рассчитываем, должны посчитать и посмотреть, как будет складываться в этих экспериментальных территориях заработная плата. Но она должна складываться в нормальных условиях работы, а не в ковидных. Потому что здесь и дополнительные выплаты, и люди в конечном итоге снимаются с одной работы на другую. Они могут уехать в другую территорию. Ну, в общем, здесь очень сложно что-либо спрогнозировать. Поэтому выбрать какие-то больницы, которые не участвуют сейчас в ковиде, их практически невозможно. Они сегодня не участвуют, завтра они начинают участвовать. Поэтому нужна стабилизация. Значит, вот как только ситуация успокоится, начнется реализация проекта. Перед тем, как надеть новую маску, помойте руки с мылом или обработайте антисептиком. Наденьте маску так, чтобы верхняя часть плотно закрывала нос, а нижняя – подбородок. Внимание! Медицинская маска должна прилегать к лицу белой поверхностью. По бокам не должно остаться зазоров. Когда носите маску, не трогайте ее руками. Не забывайте менять маску каждые два часа. Обработайте руки перед тем, как снять маску. Чтобы снять маску, возьмите ее за лямки. Выверните маску наружной поверхностью внутрь. Положите в пакет и выбросите в контейнер для мусора. Снова обработайте руки. Не забывайте стирать тканевую маску каждый день. После стирки проглаживайте маску утюгом. Когда не надеваете маску, носите ее в чистом, защищенном месте. Надевайте только сухую и чистую маску. Не надевайте чужие маски даже после стирки. Больше новостей на нашем сайте, сова.инфо и в наших официальных аккаунтах в соцсетях. Мы есть во всех и рассказываем о главных событиях. Оперативно только факты и только проверенные источники. Прямо сейчас прогноз погоды. Сразу после эфир канала «Губерния» продолжит сериал «Секретарша». Генеральный спонсор прогноза погоды – ООО «Новая Самара». Удобно людям, удобно и котам. Посмотри на квартиру с двух сторон. Квартиры на две стороны в новом квартале. Жилой микрорайон «Новая Самара». Звони 340 05 05. В начале недели в Самарской области ожидаются кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха днем поднимется до плюс 1 градуса. Ночью – минус 6, минус 8. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 5-10 метров в секунду. На дорогах гололедится. На севере и западе в дневное время 0, минус 2. На востоке и юге плюс 2, минус 1. Погода в Самаре ожидается пасмурная. Днем – 0, минус 1, ночью – 0. Атмосферное давление в пределах нормы 754 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха – 82-90%. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры создавал DimaTorzok